Еще раз здравствуйте, Валерий. Ваш вопрос второй очень длинный, поэтому я его не буду прочитывать, но для тех, кто будет нас смотреть, коротко скажу. Так как вы писали раньше, что ваши отношения с женой разрушены настолько, что она уезжает и долгое время находится в другом месте, периодически возвращается, развода нет, но отношения разрушены. И тогда, когда она приезжает, вам плохо, ей тоже. И когда она уезжает, вам легче выстраивать отношения с Богом. И плюс к тому вы увидели сон, в котором обнаружили какую-то нечистую природу, стоящую за этими действиями. То здесь пояснение, в общем-то, на самом деле таким и является. То есть если даже была измена, а сейчас ее нет в жизни, в взаимоотношениях, то эта измена вбивает кол. Она разрушает отношения настолько, что внедряется чужая природа. Потому что соединяющаяся с блудником становится одно с ним. То есть душевные взаимодействия переходят на личность человека, багаж. И поэтому все выстраивать начинает стену такую, что холодно в отношениях. И если это не убрать, это можно убирать. Но для этого нужно человеку, во-первых, признать, что это было. Во-вторых, произвести определенный достойный плод покаяния и уже помощь людей, которые в душу попечения двигаются, как совершить эту молитву, чтобы отделить чужую природу. И тогда выстраивать опять отношения и дать Божьему клею это соединить, то, что было разбито. Если этого не делали, то автоматически оно не уходит. И то, что вы начинаете ощущать, когда приезжает жена домой, то как раз вот эта природа, которая начинает подниматься в ней, через нее и в вашем сердце, как непринятие чужого. И вам просто Бог показал, что да, за этим стоит демоническая природа. Но у вас есть право и власть наступать на всякую силу вражью. Поэтому применяйте эту власть, запрещайте ей быть на территории вашей семьи, а не просто констатируйте факт, что с приходом человека, жены в данном случае, приходит и другая атмосфера, потому что она в другом живет, в других ценностях, она ее приносит. С другой стороны, вы, как хозяин этого места, можете поставить ангельскую охрану, чтобы сюда ничто нечистое не зашло. И молитесь об этом, разговаривайте с Богом. Господь, как мне защитить мое жилище, чтобы сюда на самом деле природа нечистого мира не могла зайти, чтобы я жил под твоим покровом. И если жена, когда возвращается, она приходит на мою территорию, моего с тобой отношения, царства твоего, поэтому здесь праведность, мир и радость царствуют. И ничто нечистое сюда не зайдет, на эту территорию, потому что ангелы твои ее охраняют. И да поможет вам Бог расти в этих отношениях зрело внутри себя, потому что все обстоятельства, которые мы проходим, они для каких-то целей. И цель сделать нас сильнее, сделать нас мудрее, сделать нас мягче, сделать нас пред Богом, проводником его воли, это то, что в его планах. Потому что дорога не награда, а дорога к ней. Поэтому преобразуйтесь, Валерий, и пусть Господь вам в этом поможет. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»